...осложнений у людей, которые могут не только продолжать лечение гемодиализом, но и пойти на трансплантацию и сохранить свою трудовую деятельность. Поэтому момент со взгляда нефролога, именно врача, который наблюдает пациентов на программном гемодиализе, я хотел бы посвятить первый наш доклад, который буду докладывать я. Затем выступит Владимир Евгеньевич Виноградов, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й больницы нашего центра. И мы расскажем, на наш взгляд, может быть это не скромно, но об успешной организации помощи пациентам с болезнью Фабри. Но если для начала нам мы ставили свою целью правильно организовать информацию, обеспечить лекарственным препаратам пациентам, то теперь мы хотим несколько дальше пойти, а именно направить наши усилия на своевременное выявление и предупреждение тех грозных осложнений, о которых мы еще раз сегодня поговорим. Так, как оно переключается? Куда надо смотреть? Что-то не переключается. Итак, нефрология — это вообще очень интересная наука. Понятно, что, как в современном доме, не может быть определенного отделения, которое позволяет выводить продукты жизнедеятельности. Я уж не говорю о тем важном проблеме, которую делает почка, это регулирует гомеостаз. Но если разобраться по органам и системам, фактически все могут влиять взаимообразно на течение. Как острой почки недостаточно, так и хронической почки недостаточно лежать в основе нефропатии. Особо можно объединить — это болезни почек и сердечно-сосудистая система. Это те два, можно сказать, важных параметра, которые часто говорят — ренокардиальный, кардиоренальный континуум. Бывают разные синдромы, симптомы. Их можно в зависимости от ситуации по-разному интерпретировать. Но в обычной практической жизни фактически всегда пациент с патологией почек имеет в ледяной степени выраженность сердечно-сосудистые осложнения. Об этом необходимо помнить и знать. Вот интересные данные, которые я вам сейчас продемонстрирую. Вы видите, что исследователи, которые это провели, исследовали уровень коморбидности как в нефрологических отделениях, так и в нефрологических отделениях. Нефрология зеленым цветом, рыжим цветом — это обычные отделения, где лежат пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертонии. Как вы видите, индекс коморбидности достаточно высокий как в нефрологии, хотя он несколько пониже, так и в обычных терапевтических отделениях. А вот частота сердечно-сосудистых осложнений, опять-таки, по пациентам с почечной и не в почечной патологии, она может различаться в зависимости от наличия диагностированных осложнений. Так вот, нарушение мозгового украбращения — это все-таки у пациентов с нефрологической патологией несколько выше. Хотя все-таки и у пациентов с нефрологической патологией они есть, точно так же, как и хроническая сердечная недостаточность. И еще один слайд, который говорит о частоте хронической болезни почки, выявляемой у пациентов с различной патологией. Будь то сахарный диабет или артериальная гипертония, или любые аутоиммунные заболевания. И, как вы видите, частота выявления почечной патологии при, безусловно, первичной гломировании нефрита — это высокий, но почечная патология присутствует практически сопряжена с многими другими приведенными здесь патологиями. Если мы посмотрим причины терминальной почки недостаточности, какие патологии чаще всего приводят, что на этом слайде больше всего обращает внимание, это то, что очень высокая доля, как в Латинской Америке, так и в Европе, доля невыясненной патологии. Патология, то есть 17-19%, когда мы не можем точно сказать, что же с почками произошло, что привело к терминальной почке недостаточности, было необходимость развить начало заместительной почечной терапии. Данные практически совпадают, если только в Латинской Америке больше сахарного диабета. Этот слайд достаточно часто я уже стал показывать. Это классический путь нашего пациента, нефрологического пациента. И, как вы видите, центральным все-таки является диализная терапия. При всем том, что трансплантация почки является наиболее предпочтительным методом заместительной почечной терапии, при том, что при всех наших усилиях нефролога, направленных на замедление прогрессирования почечной недостаточности, к сожалению, подавляющее большинство пациентов, если они доживают, то они приходят на гемодиализ. Именно поэтому мы будем говорить о диализной популяции пациентов, так как это наиболее тяжелая популяция. Эти пациенты, помимо того, что они лишились своего органа, который регулирует гомеостаз, они фактически живут по синусоиде, по накоплению шлаков, признаков урамии, эти пациенты еще и находятся в постоянном стрессе. Стресс, ну, трудно себе, наверное, конечно, представить, но это достаточно сложная ситуация, когда пожизненно, через день пациент должен приезжать на процедуру диализа, подключаться к аппарату, и так всегда. Вот сам факт этого осознавания, конечно, это тяжелый стресс. Что такое стресс? Ну, наверное, каждый из нас понимает, что стресс может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, особенно когда есть для этого почва, определенная почва, о которой мы чуть-чуть попозже поговорим. И число таких пациентов постоянно возрастает. Возрастает постоянно, и эта цифра, наверное, будет стремиться все к большему количеству, если мы ориентируемся на развитые страны Западной Европы или США, где эта цифра почти в три раза больше. Но что грустно и на что обращают внимание, это то, что темным цветом выделено фактически, сколько нам известно, что у нас пациентов с заболеванием почек. А светлым фоном это то количество, которое возрастает, которое нам неизвестно, которое на нас рано или поздно на скорой помощи привезут в реанимацию, и мы будем вынуждены им начать по жизненным показаниям гемодиализ. А до этого момента они могут лечиться у любых специалистов, но им не определяют креатинин, не определяют белок в моче, и поэтому судьба их такова, что они нам просто неизвестны. И, к сожалению, эта ситуация не только связана, не только наблюдается у нас в стране, это во многих странах мира, когда пациент может долго жить с патологией почек, и заболевание может выявляться только уже в своей терминальной стадии. Вот этот слайд не хочет уходить. И вот еще один момент, который мы можем сказать по московскому здравоохранению, что из всех предполагаемых пациентов, наших потенциальных пациентов с патологией почек, на учете состоит менее 10%. И большинство из них уже находится на гемодиализе. То есть подавляющее большинство наших людей, которые живут, ходят на работу и даже не догадываются о том, что у них есть патология почек. С чем это связано, я уже говорил об этом и раньше, но хочу сказать, что это от низкой информированности. Забегая вперед, я хотел бы анонсировать одну статью, которая появится очень скоро в нашем журнале, клиническая нефрология, результаты которой просто очень-очень сильно удивили. Мы просто обратились к компании, к одной компании, которая делает исследования, биохимические исследования, и в частности креатинин, плазма, крови. Это частная компания. И результаты по месяцам были относительно стабильны. Меня интересовало разделить группы пациентов по стадиям ХБП и тем самым получить спектр, ну, скажем так, это исследование, там исчисляется десятками тысяч. И что интересно, что именно только в 2018 году произошел колоссальный всплеск определения креатинина в Москве. С чем это связано, сотрудники компании не могли объяснить. Пока вот я не вспомнил, что именно в 2018 году было три передачи «Здорово жить», в которой участвовали, четыре передачи о самом главном, когда красочно мы говорили о патологии почек и что надо сделать, чтобы ее проверить. То есть отсюда можно сделать очень простое. Большинство нашего населения, к сожалению, просто не знает, что надо контролировать функцию почек. Эта статья будет, это очень интересная статья. И в то же время этот слайд, его показывают практически все лекторы-нефрологи. Статья очень старая, я даже не стал подписывать. Автор фоллии, опубликованной в New York Journal of Medicine еще в 1998 году, прошлого века, когда он показал такие данные на колоссальную популяцию населения. Это частота сердечно-сосудистых заболеваний. Красным цветом это у диализных пациентов, а голубым цветом, тут еще расовая принадлежность, пол. Голубым это общая популяция. Как вы видите, с возрастом, безусловно, возрастает в общей популяции возрастает частота сердечно-сосудистых осложнений. Но только не у диализных пациентов. Диализный пациент, как вы видите, 25-34 лет, соответствует 85-летнему в общей популяции по частоте сердечно-сосудистых осложнений. То есть проблема достаточно серьезная, очень серьезная. И была показана давно. Этот слайд я уже как-то показывал здесь на школе и связанный с гиперкалиемией, а в частности от внезапной смерти. Тогда я говорил о том, что внезапная смерть может быть обусловлена гиперкалиемией. Кто-то другой, в частности, это слайд из лекции Валерия Юрьевича Шила, он может сказать, что внезапная смерть может быть обусловлена еще чем-то. Каждый может говорить, например, кальцификации коронарных артерий. Можно говорить как угодно. Но факт остается фактом. Внезапная смерть у пациентов на программном гемодиализе, к сожалению, достаточно явления, которые нежелательны, но часто встречающиеся. И вот поэтому, обращаясь уже к нашей основной теме в сегодняшней школе, о болезни ФАБРИ. очень много говорили, говорят о болезни ФАБРИ. Уже даже забыли, наверное, кто такой ФАБРИ. Но все должны помнить об одном. То, что это заболевание генетически предопределено, и то, что это дефицит лизофосомального фермента, и который можно при необходимости этот дефицит возместить. Клиническая картина болезни ФАБРИ и проявление достаточно многообразно. Мы об этом говорить сейчас не будем. Об этом очень подробно говорил Сергей Валентинович Моисеев и Шамалов, которые очень подробно вам рассказали о всех нюансах течения этой болезни, начиная от сильнейших болей, которые очень трудно купировать, и заканчивая серьезными кардио- и церебральными осложнениями. Вот об этом мы как раз сейчас я хочу немного рассказать. Что все-таки поражение сердца при болезни ФАБРИ это достаточно частое проявление. Далее мы посмотрим, насколько часто это возможно. Но вот механизм здесь на слайде написан. Но вот из опыта общения с пациентами которые страдают болезнью ФАБРИ, вот лично у меня такое впечатление, что почти все страдают с заболеваниями сердца. В той или иной степени выраженности. И вот обратите внимание на этот слайд, который приводил Сергей Валентинович. Он правда немного совпадает с внезапной смертью, что сердечно-сосудистая причина смерти у болезни ФАБРИ доля приблизительно тоже такая же. То есть достаточно часто сердечно-сосудистые причины смерти очень высокие у пациента с болезнью ФАБРИ. Это можно считать частные моменты. И любой из докторов, который занимается программным гемодиализом, может сказать, у какого пациента нет гипертрофии миокарда, находящегося на программном гемодиализе. Да, безусловно. Но об этом тоже надо помнить, что если есть поражение миокарда, необходимо все-таки иметь в виду и возможную болезнь ФАБРИ. Нарушение ритма и проводимости это тот фактор, который у болезни наиболее частая причина, которая может вызвать остановку сердца и вызвать внезапную смерть. И именно сочетание двух факторов гиперкалиемии, нарушение проводимости, обусловленной болезнью ФАБРИ, это почти звучит уже как приговор к пациенту. Данные Сергея Валентиновича, данные клиники Тареева. Вы обратите внимание, это данные, которые они получили на наблюдаемых 100 пациентов болезнью ФАБРИ. Вы обратите внимание на возраст пациента. 39-41 год. Можно сказать, что вообще и не жили эти люди. То есть иметь такие серьезные поражения, высокая доля гипертрофии миокарда, частота инсульта, ну, представьте, 35 лет, 40 лет и инсульт. Это полная инвалидизация. Поэтому я просто хочу подчеркивать степень важности именно диагностики и лечения такого серьезного заболевания, как ФАБРИ. Мы можем привыкнуть к ситуации, когда пожилой человек, длительно страдающий хроническим пилонефритом, постепенно угасающий функцией почек, и к 90-х годам все-таки пришел к заместительной почечной терапии. Но здесь ситуация такова, которая, ну, я требую, наверное, требует обязательного вмешательства врачей и сделать все возможное для дифференциальной диагностики выявления серьезных заболеваний и предотвращения серьезных осложнений. Особое состояние это фиброз миокарда. Достаточно сказать, что его не так-то просто диагностировать. Мы можем, большинство врачей, работают по старинке, электрокардиограмма, эхокардиограмма, на основании которых выставляется диагноз. Но опасность фиброза при болезни ФАБРИ, что он развивается из-под воль, медленно, и, к сожалению, изменения практически необратимы. Еще одна серьезная патология, о которой сегодня очень хотелось бы поговорить, это патология головного мозга при болезни ФАБРИ. Пациент с болезнью ФАБРИ, он чем-то отличается от пациента просто на программном гемодиализе. Этот пациент, можно сказать, имеет некоторые характерологические особенности, которые, если человек часто общался с пациентами болезни ФАБРИ, а потом он может будет общаться с отделением, зайдет в идеализмный зал, он даже может приблизительно сказать, что он чем-то похож на болезнь ФАБРИ. и, безусловно, эта психологическая картина пациента с болезнью ФАБРИ обусловлена чисто структурными изменениями головного мозга, которые могут происходить при этом заболевании. Они могут происходить незаметно, но я хотел бы обратить внимание, что пациенты все-таки молодого возраста, и компенсаторные возможности головного мозга у них достаточно высокие, и они могут определенные патологии переносить бессимптомно, может быть, не обращать внимания. Да, и, если уж говорить честно, так вот, человек на программном гемодиализе любимый, ну, в кавычках любимый, наверное, диагноз у консультантов, неврологов, это энцефалопатия, токсическая энцефалопатия у ремического пациента. И под этой маской токсическая энцефалопатия могут скрываться очень серьезные вот эти патологии, которые вы видите на этом слайде, и диагностика которых требует обязательного вмешательства и инструментального обследования. Причем не каждый центр, допустим, сейчас большинство пациентов находится на амбулаторном диализном лечении, и амбулаторно организовать исследование компьютерной томографии, МРТ, всегда не бывает просто, тем более сформулировать показания, отправить человека на такое исследование. Это тоже совсем даже непросто. И для этого должны появляться какие-то серьезные очаговые изменения. Я подемонстрирую слайды Николая Николаевича, но вот его данные, которые он здесь приводит, правда, на основе литературы, как вы видите, у 22% женщин и 50% мужчин инсульт единственный симптом. Инсульт с диагнозом фабрии. То есть получается та ситуация, когда инсульт, развившийся инсульт является уже единственным симптомом. О чем я как раз и говорил. Длительное время энцефалопатии человеку ставит диагноз, а потом уже бабах и уже инсульт. То есть человек уже все. Уже можно сказать стал инвалидом. Вопрос можно было бы ему помочь на стадии до инсульта. Я думаю, что наверное современные специалисты, которые занимаются проблемой болезни фабрии, они скажут да. Если на раннем этапе диагностировать болезнь фабрии. А прогрессирование болезни, вот это опять-таки все я взял из того доклада, который если кто и наблюдал первый доклад, это все демонстрировал Николай Николаевич. Я просто это иллюстрация, насколько все серьезно и насколько это можно точно диагностировать специальными методами исследований. Но опять повторяю, что эти исследования, я регулярно общаюсь с пациентами на программном гемодиализе, это серьезное коморбидное состояние, у них не бывает одной болезни, и я уверен, что вот с чего я начинал свой доклад, вот это обилие различных патологий, и сахарный диабет, и артериальная гипертония, и хроническая сердечная недостаточность, характерно, и вообще уремическая энцефалопатия, жизнь по синусоиде накопил, отдал, накопил, вычистил, да, то есть все равно влияет и мочевина, и токсические агенты, конечно вот такого пациента направить на МРТ конечно было бы хорошо, но не каждый может пойти, и не у каждого, далеко как не у каждого будет выявляться болезнь фабрии, если что, конечно, слава Богу, и насколько обратима или не обратима та терапия, о которой мы говорим, вот говорит тот же слайд Николай Николаевич, который говорит о том, что ферментозамещающая терапия, он влияет на диаметр базальной артерии, то есть применение этой терапии у некоторых пациентов может серьезно улучшить кровообращение. Вот вопрос такой интересный, поможет ли эта терапия, если мы начнем, опять я по многу раз говорю, казалось бы, одно и то же. А на самом деле вопрос очень простой, чем раньше выявишь, тем больше будет успех лечения. То есть получается так, что не надо доводить до инсульта, не надо доводить до внезапной смерти, не надо доводить до серьезных нарушений проводимости миокарда. Необходимо своевременное выявление, думать об этом и начинать лечение, так как своевременная диагностика залог успешного прогноза. Теперь немножко о статистике. Вот мы много-много говорим и ну и как часто это будет, ну всем известно, что болезнь Фабри это орфанное заболевание. Это редкое заболевание, которое встречается, как вы видите, достаточно редко. Ну вот если мы возьмем 12-миллионный город Москва и вы можете легко посчитать сколько у нас можно ожидать в Москве таких пациентов. После меня будет выступать Владимир Евгеньевич и он вам я не хочу сейчас говорить эту цифру, он вам скажет эту цифру, а сколько у нас пациентов под наблюдением. А они все у нас, все вот кого выявили, они все у нас. Это у нас, это в Московском городском научно-практическом центре нефрологии и патологии трансплантированной почки. Они приказом Департамента здравоохранения обеспечиваются лекарственной терапией. Вы посчитали, да, сколько у нас? От 60 до 120 пациентов должно быть теоретически, если экстраполировать эти данные на Москву. Да? Вот теперь мы поговорим о том, а что же делать, каким образом делать так, чтобы не довести до инсульта, не довести до внезапной смерти. Сергей Валентинович предлагает есть семейный скрининг, это работа скорее генетика. Наверное, в рутинной практике мы такого делать не будем. А вот скрининг в группах риска это вещь достаточно интересная и требует особого внимания. И так как мы уже вот то, что я вот на протяжении этого времени говорю, я говорю о том, что пациенты с почечной недостаточностью, а в частности те, кто посещает и вынужден посещать регулярно диализное отделение, они являются в группе риска. В группе риска также являются пациенты с сультом молодого возраста и пациенты с гипертрофией миокарда левого желудочка, у которых причина которого не совсем ясна. Это все являются с группой риска. И обратите внимание, это вот Сергей Валентинович, он делает ссылку на свою статью, которую он опубликал анал ревматологических заболеваний, анал заболеваний, ревматологических заболеваний. И он пишет о том, что группа риска также является любая нефропатия неясна природной. Как вы помните, я показывал слайд, на котором что в Латинской Америке, что в Европе, во всем мире, 17-19 процентов почечни недостаточно, пришедшие на гемодиализ, это в результате нефропатии неясной этиологии. То есть тоже группа риска. Ничего нового, конечно, о чем я сейчас говорил, в мире уже это сделано, ничего нового особого я и не говорил, я всего лишь только обращаю ваше внимание, что пациенты на программном гемодиализе является серьезной группой риска для развития осложнений у пациента с больной болезнью ФАБРИ. И вот эти исследования проводились, были выполнены и, как вы видите, распространенность достаточно высокая в диализных отделениях. Это же исследование повторял и Сергей Валентинович Моисеев, он эти данные все представлял, я просто делаю сейчас только акцент на то, что вероятность достаточно высокая, и обратите внимание, молодой возраст, молодой трудоспособный возраст, который хочет не только работать, но рожать детей, воспитывать детей, здесь в этом нет ничего удивительного, люди у нас у нас диализ достаточно хороший, я уж не говорю о мужчинах, но женщины рожают, и мужчины я имею ввиду, что становятся отцами. Итак, простой диагностический критерий, что, когда можно подозревать. Конечно, системности поражения, особое поражение кожи, о которых я специально сейчас этого не говорил, так как это уже достаточно известно, но вот как подтвердить диагноз болезнь фабрики, как мы можем это сказать, ведь нам же будет недостаточно, если мы сделаем МРТ, увидим, и обязательно специалист, рентгенолог, он обязательно поставит диагноз, но только не фабри, он найдет какой-то другой диагноз, поражение белого вещества или поражение сосудов, на самом деле вы видите на слайде, что нужно определить, что нужно сделать, чтобы поставить, чтобы установить диагноз фабри, и на основании уже достаточно в сочетании с клинической картиной, но я думаю, что даже и не обязательно, чтобы это была клиническая картина, если будет подтверждено лабораторно, это будет главным и решающим значением. Этот слайд всего лишь только подтверждает то, о чем я хотел сказать, что мы не первые. Скрининговое исследование очень простое, очень простое, я думаю, что даже проще, вообще сложно что-то придумать, проще это, наверное, только посчитать входящего в диализный зал, но, как вы видите, сделать сухое пятно и проверить это уже можно достаточно быстро. И тут хоть горячая линия, но то, что предлагаю я, мы это сделаем и без горячей линии. А так, вот столичная ассоциация врачей-нефрологов. Именно я думаю, что цель достаточно благородная и необходимая. Целью своевременной диагностики болезни Фабри и предупреждение развития инсульта, внезапной смерти у молодых людей, провести скрининговое исследование. Мы проведем это исследование. Если оно окажется, ну, скажем так, ценным по своим результатам, и действительно мы сможем выявить молодых людей, которые еще не имеют инсульта, выраженного органного поражения при болезни Фабри с тяжелыми осложнениями, и мы начнем их лечение, то дальше, наверное, попробуем экстраполировать уже на всю Россию, так как все-таки не так много таких пациентов, и я думаю, что если мы хотя бы одному поможем, это уже будет тоже хорошо. Тем более, как вы видели, все сложности в диагностике практически нет. Есть только определенные сложности в организации этого процесса и формировании определенного регистра. Благодарю за внимание. в организме. Спасибо. 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 Продолжение следует...